НИКОЛАЕВ АРТВИК И в этом году, так как лайтовая программа, будет всего одна лекция на тему путешествия и вдохновения. Если говорим о путешествиях и вдохновениях, то будет, потому что как-то выбивается она с Артвик. Да, мы решили немного разбавить программу фотовыставок и кинопоказов. Лекцию будет читать Ира Журавель, которая расскажет о том, как путешествовать по Европе, по Азии и отдохнуть, вдохновиться, мотивироваться. Наши телезрители, те, которые постоянно знают ее очень хорошо, она наш эксперт уже утренний, поэтому если пропустили какие-то с ней выпуски, можете зайти на наш канал в Ютубе и посмотреть. Если возвращаемся все-таки к другим мероприятиям, одно из них это презентация фильма «Альманах», документальный фильм «Контуры». Что это за фильм и почему вот именно в рамках этого фестиваля, скажем так, этой недели будет презентован именно он? Фильм просто очень хорошо вписывается в концепцию нашего фестиваля, то, что мы пытались заложить. Это современная украинская культура и ее популяризация по всей Украине. Фильм рассказывает о трех абсолютно разных художниках из разных городов Украины. Один художник, он сам харьковчанин, но постоянно живет в Мариуполе и делает там свои работы. И он больше позиционирует именно стрит-арт, это часть морализма. Он рисует город для того, чтобы показать, разрисовывает, для того, чтобы показать жителям, что надо радоваться каждому моменту. Все его работы мотивируют жителей на то, что необходимо действовать, а не сидеть, сложив руки и просто ожидать чего-то. Мне понравился комментарий автора, скажем так, этих муралов в Мариуполе, потому что он сказал, как чаще всего, когда приезжает в Мариуполь, весьма такой черно-белый город, весьма серый, и все идут в центр для того, чтобы найти что-то яркое. А теперь, говорит, мои муралы будут все-таки чем-то ярким, что может привлечь. Да, они даже на окраинах у него расположены. По сути, это один из тех вариантов, когда современное искусство выносит что-то хорошее, не портит, как чаще всего граффити ассоциирует либо стрит-арт с чем-то тем, что портят фасады и так далее. Здесь, наоборот, украшение идет фасадов. Ну, вот как раз тема граффити, это вот третий фильм в Альмонахе, это фильм «Сув», который рассказывает про такую андеграунд-комьюнити в Киеве, которая отстаивает свои права на существование, которая создаёт свои небольшие вечеринки, фестивали с граффити, с электронной музыкой. Где-то на окраинах Подола, что очень удивительно, это самый центр города, но они забредают так далеко, чтобы не мешать людям, но чувствовать себя очень свободно, потому что многие считают, что граффити – это очень плохо, хотя это одно из самых первых течений в стрит-арте. Поэтому такая отдушина, скажем так, для них, отдушина будет и для Николаевцев возможность посмотреть этот фильм, но перед этим предлагаю сейчас трейлер, потом поговорим еще о втором фильме, который вошел в этот в Альмонах. А вы типа здесь работаете, да, или что? Продолжение следует... Я походу не услышал, не услышал. Полізли наліво кудись, два зелених ока, то чорний тід. Обхожу боком і кажу приз. Пало не сонце, but I feel now. Сонце палає, сонце палає, палає сонце. Наприкінці Тревору побачили назву, скажімо так, ім'я «Enjoy». Как раз це третя, втора, точні, части цього альманаха. І це не просто названня, це, скажімо так, псевдоним того автора, которого скривають. Да. «Enjoy» — це симферопольський кримський художник, которого називають кримський Бенксі. То є він ніколи не показує своє ліце, і, по його мненню, це не із-за того, що він боїться за свою безпецість, а з-за того, що він хоче, щоб обращали на його картини, на його роботи люди своє видіння, а не на його личність, на його личну життя. І проблема ще второго фільма «Enjoy» — це, що там показується абсолютно контраст. І вибор кримських художників на данний момент. «Enjoy» — він роботає в стилі протеста. Він протестує проти того, що сейчас происходит в Крому, а другие ребята решили податися течением, зароботку, і там показується то, як вони рисують роботу на заказ. Якщо ми говоримо о цих, скажімо так, об цьому «Альманахі», скільки по времени йдет вообще цей фільм, і, соответственно, коли, во скільки і куди стоїть приходити? Кожний фільм йдет по 20 минут, т.е. общая длительність кинопоказа буде всього час-час, час-десять. Ми будемо показувати його в ДК «Молодежно» на Театральний 1, в четверг, 12 октября, в 18.00. Так що, друзі, приходіть, організатори ждуть, і не тільки організатори. Більше того, в рамках «Николаево-Артовик» будуть ще й другі мероприятия, я тоже предлагаю їх сразу вже проанонсувати, тому що завтра, я так понимаю, буде ще одне весьма важливі для «Николаева» события. Завтра в 17.00. ми відкриваємо виставку дизайнерських колоджей от «Ардуета Браты». Це «Николаївці», які роботають в Києві, роботи, яких виставляють в Венеції, в Паріжі, в Польщі. Вони сотрудничаються з многими фестивалями і звіздами. Ми відкриваємося в 17.00. в голубому фойе Русського театра. Це буде ще й можливість пообщаться з ребятами? Та, автори змогли на один день приїхати і завтра вони з 17.00 до 19.00 будуть раді пообщаться з усімі гостями. Так що, друзі, не тільки у журналистів буде можна задати випадок, я так маю, у вас теж. Приходіть, с ким так, лично познакомьтесь з тими «Николаївцами», які знають дуже добре за границей, але мало хто знаєт про них в «Николаїві». Кроме того, я так маю, завтра, послезавтра і в пятницю? В пятницю у нас тоже фото-выставка, ми відкриваємо її в 19.00. Це виставка Сергія Милинченка, известного тоже николаївського фотографа, який став первим победителем з України фото-конкурса «Лейка». Це всімірний фото-конкурс, дуже престижний. І воно він виставить в торговому центру «Кит» в 19.00, в пятницю 13.00 свою серію робот в «Behind the Scents». А якщо ми говоримо о выставці робот, аналогично як і «Браты», так і на території Тарцакита, будуть вони нескільки дні действувати в выставці? Так, виставка в Тарцакет буде висеть неделю, примерно з 13.00 по 20.00 число, а в театре «Браты» буде висеть примерно з 11.00 по 25.00, по 23.00. То есть, возможности у тех, которые лично не смогут поприсутствовать, скажем так, на открытии, прийти уже после этого и посмотреть. Если говорим о лекции «Ира Журавель», когда она будет? Лекции «Ира Журавель» мы приглашаемся в субботу на 12.00 в «Хмельной Патрик» на второй этаж, лекция абсолютно открыта. И в субботу у нас также будет еще одно мероприятие. В 16.00 мы показываем серию короткометражных фильмов тоже от различных режиссеров на тему арту. Так что, друзья, приобщайтесь к новому, скажем так, искусству, современному искусству. Я вас благодарю за то, что сегодня пришли к нам в студию, проанонсировали мероприятие. Друзья, у вас на целую неделю, хоть она рабочая, но есть мероприятие для того, чтобы отдохнуть, легкая отдушина после работы.